Александр, привет! Как лучше заниматься с грыжей? Врач порекомендовал плавание. Тренажерный зал не рекомендует. Ребят, всем привет! Грыжи довольно распространенная тема и на самом деле действительно врачи в большинстве случаев рекомендуют именно плавание. Потому что плавание это наиболее безопасный вид физической активности, при котором вы можете включать в работу фактически все группы мышц. Пусть и не как-то супер полноценно, как вы можете сделать это, допустим, в тренажерном зале. Но тем не менее, этой физической активности вполне хватает для того, чтобы поддерживать ваши мышцы в тонусе постоянно и поддерживать высокую физическую активность и не усугублять проблемы, которые у вас есть в целом со здоровьем. В тренажерном зале, конечно, травмироваться гораздо проще, чем в плавательном бассейне, поднимая какую-то железяку, либо технически неверно выполняя какое-то упражнение. Поэтому, как правило, если у вас есть какие-то проблемы с позвоночником, вот бассейн. В целом, да, опять же вопрос в том, какую цель вы преследуете. Кстати, у профессиональных пловцов очень многие грыжи. Грыжи вообще не только у профессиональных пловцов, спортсменов, любых видов спорта. Они есть и у обычных людей, их достаточно много. Даже если вы об этом не знаете, но в какой-то определенный момент, как правило, грыжи дают знать о себе, вы делаете МРТ, оказывается, что она у вас была уже достаточно длительное время. Я когда работал тренером в зале, с огромным количеством людей сталкивался, которые приходят уже с грыжами. Поэтому грыжи, да, плавание это не защита от грыжи. Плавание это больше способ увеличения физической активности с минимальным шансом травмироваться, да, в отличие от тренажерного зала. Какую цель вы преследуете? Если вы хотите просто поднять свою физическую активность, двигательную, держать мышцы в тонусе, чтобы у вас там ничего не болело, суставчики, да, работали постоянно нормально. Плавание, да, в принципе, оно подойдет. И травмироваться, повторюсь, достаточно сложно. Если вы хотите увеличить мышечный объем, как-то подкачаться, либо повысить выносливость, ну, в общем, достичь какой-то другой цели, которая применима уже больше к тяжелоатлетическому спорту, то, в принципе, в зале заниматься можно. Если выполнять правильные упражнения и выполнять упражнения, самое главное, технически верно. Даже какая-нибудь гиперэкстензия, да, которая может быть показана при грыже, если вы выполните ее технически неверно, можете усугубить проблему. Какой-нибудь, казалось бы, жим ногами, который вы будете делать в тренажере, казалось бы, да, вы лежите на лавке, у вас позвоночник обездвижен, да, но при выполнении жима ногами, зачастую таз люди начинают подворачивать, да, и усугубляют проблемы с позвоночником. То есть, даже в таких упражнениях, которые, казалось бы, не должны усугубить проблему, ее можно усугубить. Поэтому упражнения нужно подбирать правильные и упражнения нужно выполнять обязательно технически верно. Я сейчас не могу дать список упражнений и на 100% озвучить вам технику, да, потому что по одной простой причине. Вы, придя в зал, вряд ли по видеоролику поймете, как идеально, технически верно можно выполнять упражнения. Если у вас действительно есть такая проблема, есть возможность заниматься с тренером, то лучше заниматься с тренером. Если возможности заниматься с тренером нет, то лучше, конечно, выполнять, подбирать упражнения, которые минимизируют, либо полностью исключают нагрузку на позвоночник. В основном, где у нас может включаться позвоночник, да, и какие упражнения могут усугубить грыжу, это различные тяги или приседания, допустим, да, когда у вас штанга лежит на плечах. Но опять же, да, можете делать выпады, можете делать выпады без веса. Если вы держите в руках гантели, нагрузка на позвоночник тоже есть, но она уже гораздо меньше, чем при выполнении приседаний со штангой. И либо, допустим, вы можете взять, поставить два куба, да, вот эти тумбы кроссфитовские, встать на них, повесить пояс с диском, да, с доп. весом. И фактически у вас нагрузка будет, то есть у вас не штанга на плечах, да, которая давит на позвоночник, да, и включает все мышцы спины, да, и его задействует. А у вас, получается, вес висит на бедрах, да, и вы можете приседать вот на этих тумбах, грубо говоря, когда у вас вес висит на бедрах, да, а не на вашем позвоночнике. Вот. Либо выпады с собственным весом. Если брать какие-то тяги, опять же, да, можно ложиться грудью на скамью, выполнять тяги гантелей, например, для тренировки широчайших мышц, подтягивания обычные на турнике, да, где осевой нагрузки фактически, да, на позвоночник нет. То есть подбирать правильные упражнения, где нагрузки на позвоночник либо нет вообще, либо она минимизирована, да, и она безопасная. В целом с грыжами, конечно же, заниматься в зале можно. И у многих ребят, которые занимаются и полупрофессиональные, профессиональные, любительские есть грыжи, и они про эти грыжи там уже давно забыли. И они, многие из них и приседают, и тянут, и чего там только не делают, да, и у них уже настолько закачан, да, вот поясничные столбы, да, поясничные мышцы, что они уже, в принципе, забыли про то, что у них есть какие-то болячки, вспоминают о них только в момент, когда где-то начинают косякить в технике, да, либо жестить с рабочими весами, там, либо на соревнованиях, да, где-то совершают какие-то погрешности. Поэтому в целом, конечно, самый безопасный способ, один из самых безопасных способов, это, наверное, ходьба, какие-то простые наклончики, да, с собственным весом, элементарные там какие-то махи ногами, упражнения, которые включают в работу безопасные поясничные мышцы, ну, либо плавание, да, но также есть упражнения в тренажерном зале, которые, в принципе, можно выполнять, желательно, конечно, под руководством тренера, но если без тренера, то стараться выполнять, подбирать какие-то максимально безопасные. Опять же, да, подтягивание, допустим, жим лёжа с естественным прогибом в пояснице, где вы жмёте, не отрывая там никаких тазов, не корячась, да, то есть минимизировав вообще нагрузку, чтобы у вас с позвоночником там всё было хорошо, и это уже большая часть, да, верхней части туловища, да, и вы уже можете набирать мышечную массу, там, выполняя какие-то подобные упражнения. И всё, в принципе, при технически верном подходе будет в порядке. Вот такой вот краткий ролик, надеюсь, на ваши вопросы ответил, а в описании к этому ролику есть все мои полноценные тренировочные курсы, спортивные добавки, которые я произвожу под своим брендом, и другая полезная информация, в том числе мой телеграм-канал. Пожалуйста, переходите, изучайте. А с вами был Александр Добромиль, пока! Субтитры сделал DimaTorzok